Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о трансферной политике московского «Спартака». Не так давно появилось сообщение о том, что красно-белые не смогут подписать футболистов турецкого «Галатасарая», актер Каглу, а также Кёна. Футболистов интересных, можно сказать, звездных, по меркам российского чемпионата, которые могли бы, скажем так, внести серьезные коррективы в раскладку сил в российской лиге. Но я уже тогда сказал, что, ребят, не торопитесь. Здесь не исключено, что еще через несколько часов после объявления о срыве трансферов мы получим первые сообщения о том, что сделка все еще возможна. А через день появятся очередные инсайды о том, что «Спартак» вот-вот купит либо одного, либо другого. Ну и вот, пожалуйста, прошел денек, и сообщается о том, что «Спартак» по-прежнему близок к покупке актер Каглу. По Кёну пока что новой информации нет, но вот касательно Керема, есть сообщение об улучшенном предложении по деньгам, о том, что предлагают немалые суммы еще и Галатасараю, в общем, пытаются сейчас финансовым козырем решить исход этой партии. Давайте обсудим, можно ли сейчас рассчитывать все-таки на подписание актер Каглу, насколько это возможно и насколько это уместно. Но сперва хотелось бы сказать, что я завел свой блог на платформе Boosty, где будет выходить эксклюзивный контент, которого не будет на Ютубе. В частности, там вы сможете получить мои прогнозы на все матчи российского чемпионата. А также на моем Boosty будут публиковаться ретро-ролики, посвященные выступлению российских команд в Еврокубках. И начнем мы с сезона 92-93 года, то есть после распада Советского Союза, на футбольный клуб «Авенир». И вот здесь, против этих полулюбителей, «Спартак» откровенно провалился. В первом, получается, дебютном матче в Еврокубках «Спартак» сыграл в ничью 0-0. Понятно, что результат неожиданный. Обсудим, как ЦСКА выступил в Лиге чемпионов, как «Спартак» дебютировал в качестве российской команды в Кубке Кубков. Все, это будет на моем плане. Я хочу отметить, что подписание актеров Коглу совпало с матчем «Спартака» и «Ахмата». Где, во-первых, мы увидели достаточно серьезную проблему красно-белых, что при наличии Барко, такого классного, интересного, атакующего хавбека, способного создавать моменты, вот при наличии одного такого футболиста не хватает достойного напарника. И раз за разом мы наблюдали такую достаточно архетипичную ситуацию, когда Барко углубляется со своей позиции плеймейкера вглубь, простите за тавтологию, для того, чтобы получить мяч и начать атаку. А вот дальше продвинуть снаряд вперед он может только самостоятельно. Передать мяч кому-то, ну, это значит обречь команду на провал этого наступления. Просто дальше Зинковский не тянет, Бонгонда, футболист несколько иного типажа, вот и получается, что если Барко углубляется, то впереди мне остается игрока, способного креативить. Поэтому здесь уже по ходу данной встречи было видно, что проблемки возникают. И нужен еще один яркий атакующий футболист, способный быть лидером, как минимум. Тем более, что и соперник видит, что вот есть Барко и максимально на него наседает. То есть нужен в том числе и отвлекающий маневр, чтобы было несколько точек силы, чтобы было несколько креативщиков, способных действовать по отдельности. Чтобы не получалось, что все футболисты того же самого Ахмата висят на несчастном Барко. Ну и еще один нюанс, который был виден по ходу матча с Ахматом, это то, что Маркиньос, который, казалось бы, был подписан на позицию левого крайнего, вот в этой встрече вышел и по большей части играл либо под нападением, либо справа. Ну то есть вопрос того, как использовать одновременно уже подписанного Маркиньоса и, возможно, новичка следующего актерка Глу, он в принципе отпадает. Их можно развести по разным углам, по разным позициям. И скорее уж не они там как-то потеряют игровое время, скорее, извините меня, Игнатов окажется совсем уже в глухом резерве. Извините, потому что я знаю, что многие по-прежнему в него верят, в его талант, но я думаю, Спартаку сейчас нужны готовые топовые игроки для того, чтобы бороться за серьезные цели, а не вечно молодые и перспективные. Поэтому здесь появление актерка Глу в свете вот этого матча с Ахматом кажется, ну, вполне себе даже уместным, глядя на то, что мы видели там. И сейчас появляется сообщение о том, что я уже упомянул об этом, Спартак хочет предложить улучшенные условия и клубу, и самому футболисту. 13 миллионов Галта Сарайл за переход этого игрока, ну, а самому актеру Глу повышение зарплаты с отметки 2 миллиона 400 тысяч до 3 лямов. Это, конечно, все равно меньше, чем те верхние отметки, которые описывались ранее в прессе, потому что там некоторые сообщения были вообще какими-то фантасмагоричными касательно того, сколько хочет получить актер Каглу. Там и до 5, и до 6 почти что миллионов доходило с бонусами. Вот здесь вроде как готовы повысить с 2,5 условия до 3. Серьезные деньги, серьезные суммы, но все равно у меня есть сомнения, что вот этого хватит. У меня есть сомнения. Мне кажется, здесь Спартаку нужно еще больше подогревать финансами данную историю. Потому что если брать тот же самый Галта Сарай, ну, 13 миллионов – деньги неплохие, но не за актер Каглу. Этот футболист, ну, в рамках российского рынка может стоить и под двадцатку, возможно, и больше. Это один из лучших игроков Турции на данный момент, поэтому здесь 13 миллионов – ну, это, наверное, не предел. И здесь Галта Сарай может продолжить свою торговлю. Тем более он понимает, что Спартак сейчас в сложной ситуации, Спартаку срочно нужны новые футболисты. И здесь Спартак, может быть, будет вынужден пойти на уступки в плане финансов. Еще один важный момент – это то, что турки понимают, что у Спартака не так много альтернатив, как у всех наших команд, потому что трансферные возможности ограничены у нас не только деньгами, но и, скажем так, санкциями, политической составляющей и все в этом духе. Еще один важный нюанс касательно зарплаты. 3 миллиона, опять же, деньги приличные, но учитывая то, что Керем отказывается от Еврокубков, отказывается, ну, собственно, от жизни в своей родной стране, переезжает куда-то. И переезжает явно не ради футбола. То есть можно пойти на понижение зарплаты и переехать из родной Турции в Испанию, там, Италию, Англию и так далее. Но переезжать и получить в итоге за это 3 миллиона в России, ну, сомнительно. То есть здесь Керем, мне кажется, опять же, может рассчитывать на большие суммы. Возможно, в эти 3 миллиона не входят бонусы, которые в итоге могут довести зарплату до астрономической. Возможно, Спартак предложил очень серьезную структуру этой самой бонусной программы, и тогда уже предложение будет интересным. Но на данный момент у меня есть определенный скепсис касательно того, что здесь этот трансфер реалистичен. 13 миллионов Галатасараю и 3 миллиона в год Керему – это хорошее предложение, но оно было бы хорошим, не знаю, несколько лет назад. А сейчас это уже слабенько. Я думаю, от Спартака потребуют больше. Ну и, конечно же, хотелось бы поблагодарить моих платных подписчиков на Бусти, которые поддерживают мой контент чеканной монетой. Валерий Седин, Фил Ричардс, Дмитриевич, Микро Хафилпаф, Серго ФКСМ, Кирилл, Евгений Злобин, Ольга Фролова, Максим Новиков, Алексис, Гладиатор Свау и Тихон. Большое вам человеческое спасибо, дамы и господа. Спасибо за то, что поддерживаете.